Музыка Давным-давно, еще до Первой мировой войны, в местечке Любавича жил Любавичский жебе Шаламдувбер. И с ним вместе жил его старший сын Йосефицхак, который потом стал наследником и очередным Любавичским ребе. И вместе с Йосефицхаком жило его три дочки. Одна из них, кстати, потом вышла замуж за Менахом Мендела Шнерсона, последнего Любавичского рэма. Так вот, эти девочки жили в этом доме и как-то они решили поиграть. Поиграть в жмурки. В доме там была большая комната, они позвали соседскую девочку и стали в этой комнате играть в жмурки. Но три дочки Йосефа Ицхака жульничали. Что они сделали? Когда они этой девочке завязали глаза, и она стала их искать по комнате, они потихонечку вышли из этой комнаты через несколько дверей. И девочка бедная ходила по комнате, искала их, найти не могла. А эти вот три дочки стояли у дверей и довелись от смеха. И когда Йосефицхак увидел эту ситуацию, он вошел тут же в комнату и сказал, все, я прекращаю эту игру, теперь я буду с вами играть, я буду водить. И вот дочки сильно расстроились, почему их умный и очень важный папа будет с ними играться, и вообще зачем он вмешивается в их дела. Но Йосефицхак был неприклонен, он взял платок, завязал себе глаза, сказал, прячьтесь, сейчас я вас буду искать. И стал их искать. И когда в самом деле Джазгар и в игры он их искал, через комнату эту проходил помощник того рэба, который тогда был, Шалом Пере, он увидел Йосефицхак, который ходил с закрытыми глазами, и сказал, слушай, я не понимаю, тебя отец ищет по очень важному делу, тебе больше делать нечего, как своими девочками играться в эти игры. Но Йосефицхак не остановился, он сказал, мой отец ищет своего сына, а я потерял своих трех дочек, они заблудились, они ушли с верного пути, поэтому я пока не верну все на свои пути, на правильный путь, я с ними играться не прекращу. Какой пример для нас, для нашей конкретной реальной жизни в 21 веке мы можем извлечь из этой давней истории, а пример такой, каким бы важным делом не занимался еврей, будь он инженерами, или политиками, или искусствоведами, или художниками, или знаменитым футболистом, в тот момент, когда он видит, что ребенок его сходит с правильного пути, он должен все отставить и заняться только воспитанием своего чада, и помочь ему вернуться на правильный путь, поскольку ничего более важного в жизни для еврея нет. Субтитры создавал DimaTorzok